Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографией. Педро де Ориенте, испанский художник раннего периода барокко, который стал одним из первых художников в этой части Испании, писавших в натуралистическом стиле. Я пользуюсь Википедией. Его отец Хайме де Харенто был купцом из Марсели, который поселился в Мурсе в 1573 году. Есть некоторые документальные свидетельства того, что он был другом неизвестного художника по имени Хуан де Оризменди, который, вероятно, давал Педро его первые уроки. Родился Педро в 1580 году в апреле. К 1600 году Педро был в Толедо, где его наняли для создания алтаря в деревне Гвадарама. Он не сохранился. Привлек к себе внимание до 1604 года, когда некий Херонимо де Кастро написал обещание заплатить отцу Педро за работу, которую Педро недавно выполнил. Он и Анжело Нарди, возможно, подружились. Женился в Мурсе в 1612 году. В 1616 году был в Валенсии, где написал монументальную картину мученистого Сан-Себастьяна в кафедральном соборе. Год спустя он выполнял аналогичные работы в соборе Толедо. Подружился с сыном Эль-Грек и стал крестным отцом двоих его детей. Работы, которые он создал в этот период, включают украшения в францисканском монастыре в Есте и во дворе Буэн-Реттира. В 1630 году он взял очень значительную сумму, в кавычках, за рождение Христа в часовне Лос Рейс-Нева. Жил в Толедо до 1632 года. В 1638 купил два дома в Мурсии. Всего год спустя он снова уехал, оставив незаконченным алтарный обувь. Его стиль оказал глубокое влияние на нескольких художников, в том числе на Истебана Марча, Пабло Пантонца и Матео Желарте. Умер 19 января 1645 года в Валенсии. Вот так немного из Википедии о испанском художнике раннего периода барокко, которая стала одним из первых художников в этой части Испании, писавших в натуралистическом стиле Педро де Орент. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.